Приветствую зрителей Политека Онлайн, я Екатерина Шумила. У меня сегодня в гостях Геннадий Балашов, предприниматель, создатель партии 5.10. Геннадий, приветствую вас. Здравствуйте. После ваших слов о том, что якобы пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель беременна, был просто дикий хаос в СМИ, все это обсуждали. Сама Мендель сказала, что у ее родителей чуть сердце не схватило, они были в шоке, и о том, что она подаст на вас иск в суд за эти слова. Что сейчас вы можете сказать, обращались ли к вам ее юристы, возможно, и не жалеете ли вы о тех словах, которые тогда сказали? Нет, юристы не связывались, администрация, предназначение, что-то высказывался, их там один из замов. Вопрос в том, что не за что в суд подавать, потому что я никогда не говорил о том, что она беременна. Я говорил о президенте, что он валяет дурака, и непонятно, чем занимается со своей пресс-службой. И что если вдруг завтра окажется, что Мендель беременна, это будет большой скандал. И этот вопрос вызвал огромный ажиотаж, потому что, судя по всему, сама идея о том, что она может быть беременна, она как раз витала в воздухе. И этот вопрос разжег, вот начали все ссылаться, что Балашов сказал. На самом деле вы не найдете, где я это говорил, что она беременна. Я ставился, и потом мне это понравилось, и я начал продолжать ставить вопросы. Следующий вопрос у меня был, а где жена президента? И она действительно полтора месяца молчала, потом появилась на экзаменах. Поэтому очень интересно, и я советую всем журналистам, всем людям, ставить вопросы, неудобные вопросы власти. И это, кстати, сразу вскрывает неспособность той же самой Мендель реагировать правильно. Того же самого офиса президента правильно отражать, то есть снимать острые углы. Потому что когда общество спрашивает, а где жена президента? Ну так выйдите вместе с детьми, сфотографируйтесь, улыбнитесь, и вопрос снимется. И что касается, если ставится вопрос, а если Мендель беременна, либо вообще ничего не говорите, они же начали комментировать, раздувая этот. Это опять говорит о их непрофессионализме. Поэтому если... Ну реакция Мендель была, она записала видео и сказала, что у каждых слухов есть заказчик. Второе, она уже в светских хрониках рассказывала о своем бойфринде, которого она не назвала. Да, кому это надо? Зачем ты выпираешься на экран в странном платье, в странном виде, с полуголыми плечами и говоришь, я не беременна. И раздувая еще больше. Я же говорю, что в современном мире медиа работает немножко не так, и с ними надо уметь работать. У нас сейчас каждый человек может сказать все, что угодно в Ютубе, да, выступить и скажите. Но вопрос же не в том, что вы говорите, а то, как реагирует огромная машина президентская, потому что на ней все отстраиваются, на ней все хайпуют, ее пытаются использовать для собственного пиара. И я не исключение, и вы не исключение, и ваше издание не исключение. Поэтому, а как они реагируют? Они реагируют, так как они реагируют. Они сами раздули весь этот скандал, сами сказали, что они беременные, сами куда-то спрятали жену президента, сами начали это комментировать и раздули это состояние. Потом мы сами заявили о том, что мы будем подавать в суд. Ну подавайте, но как выяснилось, а за что подавать? За вопрос о том, что вдруг Мендель бремен? Ну за это в суд еще никто не придет. Да, за вопрос они сажают, но как раз много наших подписчиков, ну и в комментариях были много такого мнения, зачем обсуждать личную жизнь президента, какая разница, где первая леди, это вообще непорядочно. Вот Геннадий, как вы считаете, имеет ли право президент на личную жизнь? Не имеет никакого права, у него нет личной жизни. У любой публичной особы, у меня нет личной жизни. Потому что если я вылез в YouTube, если я имею там 200 тысяч подписчиков, если я заявляюсь как лидер партии, у меня нет личной жизни. Потому что у медийных персон, они же хотят получать славу, чтобы на нас там восхищались нашими поступками. Но есть обратная сторона, вы становитесь медийной персоной, вас могут останавливать в аэропорту, на вас пристальнее смотрит законодатель, на вас смотрит общество, что вы делаете. И поэтому еще больше ответственность, потому что вместе со славой приходит ответственность. А в данной ситуации президент. Ничего себе, какая личная жизнь? Мы же вызвали президента. Он должен быть кристально честный, с нашей точки зрения. Он должен вести себя правильно. А мы имеем право его критиковать как угодно, мы можем его обзывать как угодно, и он ничего сделать не может. Потому что он президент, он же президент всей страны. Можно ли говорить о том, что и сам Зеленский, и сама Мендель, они провоцируют такие слухи? Ну а почему и возник тогда такой вопрос, а вдруг они, потому что они дурака валяют. Потому что у президента блестят глаза. Президент нелепые заявления делает. В обход пресс-службы, помните, да, как он дальнобойщиков назвал этими дебилами, или кем он там их назвал. Или вдруг вылазит растрепанный, и на мобильный телефон снимает свои бредовые какие-то высказывания. И мы можем предположить, а он не под кокаином. Он вообще нормальный человек. Это же правильный вопрос общества. И в данной ситуации, от чего и возник. Мы обсуждали президента. А вдруг они там трахаются, и она беременная уже. Это же еще больше, это разваливает государство. Потому что та же самая Скобеева вместе с Соловьевым, Путиным подхватят эту фишку. Кстати, они и подхватили. Потому что они начали тоже задавать эти вопросы. И не берутся в Акучме такие разговоры. Не ходили. А Ющенко там как бы не было, но об этом не ходили. А об этом ходят, пожалуйста. Потому что он так себя ведет. Ну, потому что нормальный президент не полезет в трусах купаться. Потому что, ну, я могу ходить в трусах, я рядовой гражданин. А вот он уже на экране в трусах ходить не может. Потому что он президент. И глава администрации в трусах рядом тоже нелепо, тот же Богдан выглядит. И когда вы жрете на публику шаурму, тоже неправильно. Это все общество видит, он говорит, а он в себе вообще. Но он же говорит, что он хочет быть ближе к людям, что это вот новое лицо политики. Не, ну, ближе к людям, но не дурнее людей. Потому что ты ведешь себя на экране как дурак. Потому что человек же обычный не лезет на экран жевать, я ем шаурму. Или я купаюсь в грязном море в трусах. Да, ну, правда у нас есть такие там. Напьется и показывает, снимает себя в плавках, дурак дураком. Но когда это президент делает, это разные вещи. Поэтому мне кажется, что пресс-служба должна его было останавливать. А его окружение должно не давать ему такие вещи делать. Даже если... Ну, Рейган в свое время, он в деменцию впал. Второй весь срок, он был в деменции. Его окружение это скрывало. Они никому не рассказывали за него, выступали тексты. Это было золотое время для Америки. Потому что окружение могло творить. Вот действительно историю. Ну, это рейгономика знаменитая. Но сам Рейган был в деменции. То есть окружение скрывало его слабоумие. У нас не скрывают слабоумие президента. А наоборот, они его... А ну давай еще покажи. А ну давай огурец на руке разлупи. А ну давай в баскетбол поиграй. А ну давай покупайся. А ну давай еще что он там делал. Я уже не помню. Он каждый день что-то выпендривал. Так что у нас вопросы к умственным способностям президента. И к способности администрации скрывать, что он не шибко умен. Ну и тут вопрос к медийной кампании. Все-таки офиса президента. Потому что там есть люди, которые отвечают за медианаправление. Вот они-то и прокалываются. Потому что когда выпускают такого президента, и они, они как говорят, вот чтобы он был ближе к людям. Но не надо из него кольку соседа делать. Не надо из него дурачка лепить. Потому что он президент. Президент это уже такая должность, которая принимает решения. Пусть он лучше будет закрытым. Не знаю, что он там во дворце делает, спрятанный, чтобы я его не видел. Но когда он растрепанный, нечесанный, вылазит в эфир и через мобильную связь, доступную для всех, начинает выдавать то, что и на голову не натягиваешь. Я понимаю, что у него не работает пресс-служба. И его никто не держит за... У него не отобрали телефон. Потому что у такого президента надо отобрать телефон. Давно он видео не снимал. Ну, наверное, наша критика возымела. Геннадий, спасибо вам большое за такой интересный комментарий, что объяснили нашим зрителям, что у президента не может быть личной жизни. Не может. Зафиксировали. Геннадий Балашов был нашим гостем. Спасибо, что смотрели нас. И не забывайте подписаться на наш YouTube-канал. Продолжение следует...